Вот, собственно, так я вчера был одет в этом пуховике. Обычный налобный фонарь, я его использую по его прямому назначению, обычно, в быту. Я отвез супруга на работу и в районе полдевятого двигался домой по улице Куйбышева. И в районе Сак-Иван-Цити, по-моему, началась пробка, но я не предполагал, что пробка усугубится дальше. На следующем перекрестке, как оказывается, светофор тоже не работал, это уже был перекресток Шейкмана. Стоя в пробке, я в Дубльгисе нашел круглосуточную диспетчерскую ГИБДД, мой вызов приняли, сказали, что о проблеме знают, что отправят наряд, как только смогут. Я уже тогда понял, что нужно, наверное, выйти и помочь водителям преодолеть этот перекресток. Я шел с надеждой на благоразумие наших водителей, что всем хочется ехать, и в связи с этим пошел руководить процессом. Но это вы в первый раз так себя проявили на дороге, или до этого тоже были подобные случаи? Нет, это впервые. Я включил фонарь в мигающий режим, чтобы просто привлечь внимание. Стандартно нужно было ограничить движение. Таким образом я показывал, что открывается движение для Гурзувска и Куйбышева. Для того, чтобы прекратить движение, мне приходилось поднимать руку и показывать людям, что надо прекратить движение. И вот таким образом объяснял, что этому потоку нужно остановиться. Вот это была ситуация, когда поворачивающие с Московской приходилось перегородить движение с той стороны, и чтобы с этой стороны продолжали двигаться и могли повернуть. Точно так же поворачивающие с Куйбышева, то есть приходилось перегородить Гурзувскую, и чтобы с Куйбышева могли завершить поворот. То есть после этого я открывал движение уже в противоположную сторону на Московской. Ну вот, вот как-то так. Сами не планируете пойти работать в ГИБДД? Нет, таких планов не было. А сотрудники ГИБДД приехали, когда вы уже еще стояли, регулировали? Ну да, он подошел вместо меня, поднял жезл, чтобы все остановились и ждали его дальнейших сигналов. А он что-то вам сказал? Да, он подошел и сказал спасибо. Просто спасибо, я кивнул головой в знак согласия, да, и все. Ну, спасибо было, так скажем, не столько официально, как представителю власти, там, сотрудника ГИБДД, а сколько просто какое-то такое человеческое. Ну, по крайней мере, я так себе услышал это. Спасибо. 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 Спасибо.